Во-первых, представьте себе, вот он поедет, я не знаю, не берусь делать ставки, ну как моя ставка, что он не поедет в ЮАР точно, а насчет Турции не знаю, не могу утверждать, но насколько стрёмно ему будет ехать в Турцию. Ехать в Турцию, поеду в Турцию и буду находиться на территории, где каждую секунду любой, кто ко мне сейчас подходит, может оказаться местным прокурором, который скажет «Товарищ, пройдемте», правильно? Потому что Эрдоган так захотел, потому что Эрдоган страна НАТО, он сговорился, ему за это обещали, а я же Эрдогана знаю как облупленного, я знаю, что если ему что-то дали, он что-нибудь сделает, может ему что-нибудь большое дали, а что ему дали? Ну не знаю, ну что-то очень большое, ну а почему нет-то, правильно? А если 200 истребителей F-35, а почему нет? А если еще что-нибудь продаст или не продаст он меня за 200 истребителей F-35, я бы его продал, а он меня. Это очень стрёмно, ехать в Турцию. Дальше вопрос там решаться, не решаться отправить двойника, это тоже такой творческий вопрос, на который у меня нет ответа. Я думаю, что раньше никогда они нас за границу не отправляли двойником, да, безусловно. Но могут ли они решиться в нынешней ситуации? Знаете, могут, потому что у них, им очень плохо, но я сейчас имею в виду Путин и его личное окружение, вот именно личное, не политическое, а личное. Вот давайте задумаемся на секунду, что с ними сейчас происходит. Они понимают, что Путин носит на волоске, что именно из-за вот этого в том числе, в том числе из-за этого самого ордера на арест, он стал как бы невыездной, кому он сегодня нужен. Вот сегодня все хотят его свергнуть, просто все хотят его свергнуть. Вот что ему делать-то с этим? Как ему с этим быть? Не поехать снова? Это просто стоять вообще, обделавшись полностью. Просто стоять обделавшись полностью. Сколько он после этого пробудет президентом Российской Федерации? А не убьют ли его случайно в этот момент? Да, там уже в России имеется в виду. Очень стрёмно и поехать, и стрёмно не поехать. Он просто, и его поставил в это положение Эрдоган. Потому что не предложи Эрдоган публично, так никто бы и не знал, что есть такая история. Так история точно есть. Вот, поэтому у него сейчас, да, мы с вами с удовольствием, я думаю, наблюдаем за страданиями юного Вертера, в смысле этого Путина. Вот, а Запад, ну что Запад? Запад, я думаю, глумится. Я думаю, сейчас на всех встречах ржут так же там за кулисами, как мы с вами перед кулисами ржём. А что они должны заявить в этот момент? Они все заявления, собственно, сделали. Ну, кстати, сегодня представитель Британии в ООН сказал, война не может продолжаться ещё 500 дней. Сказал сегодня. Сказал. То есть, как бы заявлений-то таких, такого разного рода от западных политиков всё более крутых заявлений, всё больше. Салливан буквально пару дней назад сказал, что будущее Украины в НАТО, и это не подлежит обсуждению, это не вопрос для обсуждения, это не является предметом торговли или обсуждения. Нифига себе, да? Вот знаете, что они ещё не сказали? Ну, это они, конечно, последние, да? Они не сказали до сих пор, никакой Салливан не вышел и не сказал, что территория Украины не является предметом обсуждения. Они этого не сказали ни разу. Могли бы уже, пора бы было, да? Что не является предметом обсуждения, всё, запрос закрыт. Вот. Но заявлений каждый день, если последить, вот там какие-нибудь скандинавские политики, там бельгийские такие-сякие, всё больше и больше, как снежные комны растают, такие мини-удары по путинскому режиму, вот в таком роде, как Салливан сделал, министр экономики США, по-моему её зовут, я не помню, как там должность точно называется, сказала, что где-то там на каком-то саммите тоже выступала, сказала, что, собственно, помощь Украине – это лучшее, что можно сделать для мировой экономики. То есть это ещё и плюс в экономике, потому что мы наращиваем и так далее. Этот сказал Салливан, мы будем каждый месяц, и каждый месяц наращиваем производство снарядов и будем наращивать. То есть много-много чего. Так в сумме набор заявлений, он крутой достаточно. Сегодня, да, отдельно ещё искали, что будут выделять, я уже не помню, там 250 миллионов, миллиардов, миллионов, наверное, для поддержки украинских агрофермеров, то есть для того, чтобы компенсировать проблемы с зерновым коридором. Ну и тут важно, наверное, отметить, когда вы говорите про там сумму торгов с Эрдоганом, на самом деле это ведь Путин коррумпировал Европу и мир. Это он показал, что всё продаётся и всё покупается. И когда ты это демонстрируешь, скупая, не знаю, там, лидеров, партии, депутатов, то будь готов к тому, что однажды кто-то придёт более богатый и перебьёт твою ставку, как, собственно, скорее всего, сделали с тортия. Про перспективы просаливанного вспомнили, сейчас этим и продолжим, и только наша аудитория. Напомню, друзья, не забывайте обязательно для распространения всей нашей собранной информации, хороших, весёлых и не только новостей. Оставляйте свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Live. И на два, друзья, обязательно на два YouTube-канала Михаила Шейтельмана. Основная ссылка у нас в описании к нашему стриму, ниже окна трансляции. А через сам YouTube Михаила Шейтельмана вы найдёте его второй уникальный YouTube. Давайте, мы должны сделать 2000 за сегодня. Значит, вброс, не вброс, Михаилу можно по-разному на это смотреть. Мне кажется, что, наверное, когда-то и вы такую теорию у нас в эфире говорили о том, что, ну, во-первых, наверное, будет компромисс. И то, что сейчас говорят, это принятие Украины в НАТО без каких-то своих территорий, от которых она отказывается, говорит, всё, мы за них не боремся, если вдруг нам не удаётся выйти на границы 91-го года и вернуть абсолютно всё. Либо же мы вообще отказываемся от перспектив членства в НАТО и боремся дальше. Значит, когда Салливан говорит о том, что мы будем в НАТО, принимается. Но ни один из моих гостей, который находится в Америке, который является политологом, дипломатом, политиком, больше не говорит как константу возврат территорий. И я кручу их и так, и так. И говорю, скажите прямо, что у вас там в Америке обсуждается. Они избегают, но при этом вот приходит Салливан и говорит, ну, вы же будете в НАТО, ну, что вам не нравится. Приблизительно то же самое сказал не так давно Алексей Арестович. Он не является представителем власти, он не является официальным спикером. Но я уверена, что это тот человек, благодаря которому испытывают позицию общества. Нравится, не нравится. Как обсуждает, поддерживает или не поддерживает. Вы бы вам сказал, типа, забываем о том, что мы вернём всё. Нужно там умерить свой аппетит. Что с нами делают? Что это за эксперимент? Что это за тестирование? И действительно ли у нас может не хватить сил на все наши планы? Я начну с Арестовича. Потому что я увидел эту новость где-то на русском каком-то новостном ресурсе, в котором я лазаю специально туда, чтобы посмотреть, что у врагов происходит. Они там выдали новость. Арестович заявил, что... Вот всё, что вы сейчас примерно рассказываете. Я усомнился. Я полез... А там было написано, где он это заявил. Это было подано как сенсация. Было написано, что в интервью такой-то, такой-то. Захожу на это интервью. Понял, во-первых, что оно за три дня до этого. То есть это сенсацией стало в России через три дня. Что-то мне тоже не понравилось. Полез в комментарии. Думаю, ну сейчас в комментариях там такой срач будет. Ну если Арестович такой сказал. Ну не сказал он этого. Ну не было этого. Действительно, в общем, как потом он пояснил, что... Это он рассказывал, что есть такие. Вот не он предлагает, не он считает это реальностью. А ещё и такой нам нарратив тоже навязываем, грубо говоря. Ну навязывают, это правда. Ну подождите, Михаил. Я прошу прощения. Я с вами абсолютно согласна, но это как корейский план. Это что же он не сказал о том, что в офисе президента сидят и думают... Он говорит, есть мнение, бытует, ходят слухи. Принимается. Да, значит... Но эту историю про корейский план я прямо сейчас вспомню. Один из своих стримов, который был наименее популярен вообще из всех моих стримов, прям меньше всего просмотров было. Как раз когда я рассказывал про корейские планы, другие планы. То есть чем нам как бы угрожают, какими вариантами. Почему это не вызвало людей, потому что занудно всё это. Ну знаете, я про Корею там во всех подробностях. Было достаточно нудновато. Я понимаю, людям не очень интересно во всё это вникать. Но мне кажется, нас долбят этим уже год. Ну точно год. И я бы, знаете что... Вот я, кстати, знаю, да. Сейчас очередная попытка. Вот, правильно, всё. Сейчас разоблачение этой чёрной магии. Значит, я просто как бы увидел в нескольких местах. Но я не увидел ничего нового в этом. То есть я не сказал бы, о, смотрите-ка, новость. Они как-то вот так давят на нас. Да нет, ну нет какой-то новости. Так уже давили. Прямо таким же способом. Ну разве, что Берлускони умер, поэтому не получается через Берлускони. А так всё то же самое. И по-примски заболел. И вдруг сегодня я вспомнил. Вот, есть такой человек, его зовут Полонский. Я сначала думал... Я не знал, кто это, честно скажу, до сегодняшнего дня. Я сегодня узнал, что есть такой Полонский. Но это не тот Полонский, не тот Полонский, не Роман Поланский, не Полонский, который миллиардер сумасшедший в Камбодже в тюрьме сидит. Нет, это Полонский, который зам Небензи, Небензи вот этого вот. Ну да, он вчера выступал в ООН, да? Да, вчера выступал в ООН. И с чем он выступал вчера в ООН? Он сказал... Ну это ж вообще как... Что, ну как же, говорит. Мы воюем-то с НАТО, но с НАТО мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Украина это частная военная компания, которая управляется Великобританией и США. Ну дальше, внимание. Но так не всегда было. Сначала мы воевали с Украиной, а с марта прошлого года мы воюем с НАТО. Почему с марта? Потому что Украина уже парафировала договор мирный, он Украину полностью устраивал, но Киев отказался его выполнять. Тут у меня, конечно, Украина парафировала, а Киев отказался. В общем, он хотел сказать, что, дескать, вот Украина-то парафировала, Украина-то была готова на этот договор, но по указке из Вашингтона или Лондона отказались, значит, это, ну там, не знаю, утвердить, подписать и так далее. Это их версия. Но, заметьте, они снова, второй раз, вытащили на белый свет. Мы же сегодня не зря президенту Яр вспоминали. Президенту Яр в лицо размахивал Кутин этими бумажулями. Теперь, значит, какой-то Полонский в ООН этим же самым размахивает. Таким-то несуществующим договором годичной давности. Но это о чем говорит-то? Зачем там размахивать? Они очень этого хотят. Вот им прямо ужасно хочется вот тот договор годичной давности подписать, в котором, напомню, линия 24 февраля. Ну, в смысле, что войска отводится к ним 24 февраля. Поэтому, ну, очевидно, но это снова их вот вся та же самая упорная попытка навязать нам вот эту там... Ну, в этот раз они готовы про линию 24 февраля, например. Но я не увидел каких-то новых креативов. Я не увидел новых игроков, которые бы это делали. Ну, то есть, если бы это вдруг сказал Байден или, не знаю, премьер Великобритании или Макрон или Шольц, я бы сказал, вау, да, это другое. Это уже не то, да? Это все не так однозначно. Но нет, это снова все те же игроки. Что, какие-то сомнительные газетенки, Аполлонские, невнятный Арестович? Ну, в данном случае невнятный, я не против Арестовича говорю. Ну, если невнятный, пересказал что-то. Ну, он вряд ли агент каких-то иностранных спецслужб, да? То есть, я не услышал это ни от кого нового и ни от кого важного. Вот так я вам скажу. Не было ни одного нового или важного игрока, который бы это произнес в СССР. Ни одного. Поэтому где? Я не вижу. Я не вижу такой тенденции, скажем так. Когда вы говорите о том, что, как Полонский путался в, значит, Киев и Украину, мне это напомнило, у нас есть там прекрасные, наверное, журналисты, да, блогеры, которые общаются с военнопленными. Значит, одного из них они спрашивали, говорит, знаешь столицу Украины? Он говорит, ну, Донецк, наверное. И он сидит уже такой замученный, говорит, ну, какие вы дебилы. Ну, вы пришли, вы даже не знаете, где столица. Поэтому, да, это вот, значит, смотря, как эту карту крутить и вертеть. Я, знаете, Михаил, почему всегда удивляюсь вот этим темам, значит, компромиссом, хватит сил, не хватит, наступление одно или множество. Потому что мы действительно с вами, находясь в середине этой войны, в середине нашей страны, видим слабости России. Она не разбита, не уничтожена полностью армия. Ну, это же как трещина, да, мы ждем, когда это все посыпется. И тут, в частности, нам помогает как раз генерала Патт с одной стороны, генерала убийства с другой стороны и вот эти маленькие мелкие бунты. То есть мы узнали про Спартака, который, значит, недоволен тем, что происходит на фронтах. Мы узнали о еще одном, которого там тоже уже там сняли. Ну, и Гиркин-Стрелков, которого вы вспоминаете. То есть мне тоже кажется, что он, скорее всего, основывается на каких-то полевых командиров, которые рассказывают, что там происходит. И он говорит, ну, как бы так мы не выдержим. И в августе он сказал, посыпется фронт, найдут слабое место. Как этим правильно воспользоваться и что означает, когда начинаются вот такие мелкие мятежи? Я просто, знаете, как смотрю, ведь в украинской армии тоже возникают свои скандалы. Они меньше, они не на уровне генералов, но у нас тоже не молчат. И я хочу понять, чем эти истории отличаются. Да, у нас возникает, это правда. Значит, как этим воспользоваться? Это, с одной стороны, очень просто. Рецепт очень прост, но одновременно максимально сложен к исполнению, к сожалению. Потому что все, что от нас требуется сейчас, и от мира тоже, от всего, ну, нашего, в смысле, западного мира, это просто упорно продолжать. Просто упорно продолжать. Потому что это, мы сейчас давим Россию, давим, и нужно ее додавить, додавить. Ну, тут жопа налопнула, надо ее додавить. Процессы все идут, все работает. Вот самое же сложное, это так. Это, знаете, хорошо, когда тебе нужно каждый день что-нибудь изобретать. Креативное, яркое. Вот мы сейчас придумали еще так, вот еще так сделали. А тут надо нет, надо упорно продолжать это делать. Это, еще раз, самое простое с точки зрения рецепта, и самое сложное с точки зрения эмоций, давления общественного, да. Потому что, ну, вот вчера, слушайте, разбомбили Крымский мост. Мы взорвали Крымский мост. Вы что думаете, кто-то ухом повел вообще? Ну, посмотрите. Ну, реально, у меня во вчерашнем выпуске «Жетельман за сегодня» зрителей было как у обычного выпуска. То есть, как будто ничего не произошло. Ну, правда. Я помню, когда первый раз разбомбили. Вау, там, все, все рекорды побил. Сейчас нет вообще, а ну да, мост Крымский, ну а что ж там? И я вижу, реакции особой нет. Да я помню, как вчера вечером, слушайте, один журналист украинский, я вчера давал интервью ему. И это было в восемь вечера вчера. И он говорит, ну, конечно, надо сначала погодить по Крымский мост, хотя уже, говорит, что о нем, уже говорить, в принципе, об этом все уже сказано. Я такой, как? Это в восемь вечера. Мы только утром взорвали. В прошлый раз мы две недели на этом отрывались, а тут в восьми вечера уже это новость не новость. Вот. Поэтому нам нужно это все, хватит ли у нас упорства. Знаете, бывают такие этапы, когда нужно упорство, упрямство, когда уже ничего такого яркого, может, и не будет. И это ужасно тяжело, поэтому это сделать. Но у нас все есть. Все силы есть. Все нужное есть. И мы не знаем, когда результат. Это вот как, я тоже, у меня вся аналогия из горных восхождений, потому что это мое такое редкое, но хобби, да? Вот там идешь, когда в горы, там самое интересное, что ты не знаешь, где вершина. Никогда не знаешь. То есть это никак, это же не лыжные гонки по равнине, да, где ты едешь, там 42-й километр, 43-й, ты знаешь, осталось 8. Все знаешь. А там ты идешь и не понимаешь. Типа вот сейчас я шаг сделаю и увижу вершину или нет. И каждый скажет, сейчас увижу. Нет. И это час за часом. Это может продолжаться множество часов, целый день. Тебе кажется, ну все, сейчас вот я. А ее не видно. Вершину видно только, когда ты уже поднялся на нее. За секунду до этого еще ее не видно. И так и здесь мы находимся в таком же положении. Вот мы не знаем, когда взорвется Россия. Когда она лопнет и схлопнется. А она лопнет и схлопнется. Во что я верю, что концом войны, если мы дойдем до него, будет вот это. Не последний квадратный сантиметр, который мы освободили, а вот это. Это. Лопание вот этой российской системы изнутри. Вот при помощи всего, что вы перечислили. Генералов, адмиралов там, мостов. Вот. Ну да, нам нужно будет много раз еще взорвать Крымский мост, например. Прямо по-настоящему. Потому что надо, потому что это военная цель. И Чонгарский мост много раз еще разбомбить. Когда мы Антоновский первый раз обстреляли, мы такие все красавцы. А потом мы его 80 раз обстреливали, все привыкли. И сейчас мы уже ко всему привыкли. Вот. Поэтому это рецепт очень прост, но сложен к исполнению. Насчет, вы спросили, насчет разницы между там у них беспорядки в армии и у нас что-то в армии. Но у нас в армии я просто не так... Я понимаю, что там... Ну, я вижу какие-то всякие неприятные моменты. Вижу, честно. Отрицать не буду. Но я не вижу в них какой-то системности пока. То есть в России я понимаю, что все это следствие одного и того же. А у нас это набор инцидентов, которые, да, случаются. Но инциденты случаются, а системные проблемы, они заставляют все трещать по швам. Мы пока можем точечно это исправлять. То есть этим нужно заниматься обязательно. Но это можно исправлять точечно, а не менять систему. Мне кажется, мы на этой существующей системе способны выиграть эту войну. Вот на этой существующей ныне системе. Потом ее нужно будет переделывать наверняка. Потому что выяснится, что были такие-то недостатки. Но вот мне кажется, что на этой системе мы можем. Мы эту систему создали. Это не та же армия, которая была в начале. Вы понимаете, что у нас сейчас вообще другая армия. Просто другая построена, по-другому вообще. Я уверен, там все по-другому построено. Но нам сейчас не надо строить третью. Россиянам для них единственное спасение. Имеется в виду, если они пытаются еще выиграть эту войну, то им надо поменять государство, поменять армию полностью. Смогут ли они это сделать, я не знаю. Но в принципе в теории почему нет. Я же говорю, в принципе это возможно, к сожалению. Но нам-то не надо. Нам нужно просто затыкать дыры, латать и так далее. И точечно исправлять все проблемы. Не забивать на них, чтобы они не превратились в системную проблему. Знаете, Михаил, с одной стороны я понимаю, когда вам там и журналисты, и зрители говорят, ну что ж там уже к восьми вечера в Крымский мост, ну что уже ж было. То есть мы с вами говорили когда-то и по сути о нашей с вами работе, что оно как наркотик. То есть мы же тоже держимся на этой информационной волне. И нам нужно всегда повышать градус. А с другой стороны, я не знаю, так взывая к какой-то совести наших украинских людей, хочется сказать, слушайте, вы там 20 лет живете, или не знаю, там 10 лет живете, одно и то же готовите, и хотите, чтобы вас каждый раз, как в первый раз, хвалили. Вы делаете прическу, носите одну и ту же всю жизнь, не дай боже, чтобы там женщины не заметили, что она покрасилась, а мужчине, что он не постригся. А значит, когда вам Крымский мост практически сносит, то вы такие, ой, так это же уже было. Ну, что там новое? То есть помните, что тут бумеранг будет. А тут наш с вами, кстати, работа вступает в дело, да, Алена, потому что вот смотрите, да, действительно, вроде бы одна и та же еда, один и тот же мост, но мы должны придумывать ему новую одежду, мы должны придумывать новое платье короля. Ну, мы же одеваемся каждый раз по-другому, да, на наши эфиры. И это необходимость, без этого не получится. Мы сочинители историй. Вот есть то, что происходит по факту. По факту, вообще, если посмотреть на Землю, то, что, знаете, по факту Земля такая скучная, я просто видел с самолета, смотришь, ну, какие-то коробочки ездят туда-сюда, в принципе, да, ну, что там, ну, реально. А что такого происходит? Вообще ничего. По факту ничего. Если не сочинить вокруг этого историю, будет ужасно скучно. Посмотрите на муравейник. Знаете, можно бесконечно наблюдать на муравейник. Ну, попробуйте час, два, три. Потом вы скажете, да, блин, тут же все время одно и то же. А если всем этим муравьям дать имена, таблички, там, вот это все, без этого скучно станет. А тут мы обязаны, да, мы обязаны из этого создавать детектив. Это правда. Мы обязаны создавать культурный, как это, базис и надстройка, да? Базис создают наши военные, там, вот, реальное, там, производство, военная промышленность и так далее. Мы создаем надстройку этой войны. И наша надстройка воюет с их надстройкой, кстати. Мы же воюем с их надстройкой. Наша легенда должна победить их легенду. Вы же знаете, что как древние племена, да, фактически, когда они вообще возникли, были у каждого племени свои легенды. Когда одно племя завоевало другое, это значит, наша легенда победила их легенду. Они теперь верят в нашу легенду. Вот и все. Нам нужно сделать так, чтобы они поверили в нашу легенду как можно больше людей. И вы знаете, что нам это удается. У меня есть вот хорошие новости для зрителей. Я сейчас как распространитель этого всего. Есть такой человек, Абаз Галямов, наверняка знает. Я не знаю, вы брали у него интервью, нет? А, ну, брали у него интервью. Вот он сейчас рассказывает интереснейшую новость. Я просто смотрел недавно его интервью. У него есть данные по социологии, по России, по фокус-группам. То есть, объясню зрителям, да, что бывает количественная социология. Это то, что я часто ссылаюсь на это. Столько-то процентов так считают, сто процентов так считают. Это когда количественный опрос. В России сейчас очень трудно проводить такие опросы, трудно получить достоверные данные. Но какие-то коллеги Абаза Галямова в России, в Москве, в том числе Петербурге и других городах провели фокус-группы. То есть, собирали там по 10 человек и опрашивали на какую-то тему. Тогда у вас нет количества. Вы не можете сказать, сколько процентов. Но вы получаете в целом картину мира этих людей. Потому что вы имеете возможность час, два, три разговаривать с ним. И вот, что рассказывает Абаза Галямова, что поменялась полностью картина за эти полтора года у россиян в голове. Это по его данным. Что они больше не поддерживают Путина. Ведь поддержка Путина близка к нулю. Близка к нулю. Особенно, что самое интересное, не в Москве. То есть, в провинции. В Москве больше поддерживают Путина, чем не в Москве. Не в Москве, говорит. Настроение изменилось очень сильно по всем этим группам. Что он не оправдал доверие. Мы ему верили. Ведь в Москве же ему не верили. А в провинции верили. Мы ему верили. А он не оправдал. Он теперь подводит. Из-за него теперь раз, два, три. Он зачем-то тратит наши деньги на каких-то бандитов. Вот такое сегодня настроение. И говорит, сегодня Абаз Галянов прокомментирует как предреволюционная ситуация. Я почему сам на него ссылаюсь? Потому что у меня нет данных фокус-групп. Я не могу сам. Я должен пересказывать. Но это, мне кажется, хороший сигнал. Я почему-то склонен доверять этой истории. Она, мне кажется, убедительна. Я знаю почему. Из-за ситуации в Ростове. То есть вот все, что рассказывает Абаз Галянов про эти фокус-группы, мне кажется, отражено на улицах Ростова во время путча Пригожина. Мы сейчас как раз и закончим тем, как наше племя побеждает. И только, знаете, подумала, что действительно можно говорить о муравейнике, как о муравейнике. А можно, называя именами, получиться сага о форсайтах. Ну и тогда это, конечно, заиграет со всеми другими красками. Значит, о том, как наше побеждает их, легко вошли в этот стрим Михаила, легко и должны выйти. Это история о покушении. Значит, это очень смешно, потому что, конечно же, лобное место еще никогда не было таким опасным. Одна из главных строительниц большой любви, большого дома Ксения Собчак, где, не сомневаюсь, что мы с вами сойдемся на то, что она в любом случае отрабатывает нарративы Кремля, она оказалась в компании Симоньян, которая, в принципе, уже одну вибропулю пережила. Сейчас на нее покушались резиновой дубинкой. В принципе, тоже, если постараться, я предполагаю, что она могла бы идти через запятую после вибропуля. Ну, в общем, все это крайне выглядит, конечно, бессмысленно, особенно если посмотреть на этих людей, которых наняли как будто бы, сумму, которую им заплатили, литературу, которую они с собой таскают. Ну, и дальше как бы все абсолютно не вяжущееся одно к другому. Что стоит за этим сумасшествием, как человек, который, особенно когда-то там блондинка в шоколаде, оказалась человеком, на которого покушаются, чтобы что ее вывели в эту историю? Вот я знал, что у них плохо кончится, я предрекал, честно, предрекал крах Российской Федерации, когда они закрыли Дом-2. Я прямо серьезно это сказал, да. Потому что, ну, вы знаете, Дом-2, он же попал в книгу рекордов Гиннеса. Это самое долгое реальти-шоу в истории человечества, реально в истории человечества. Я не знаю, насколько вы глубоко смотрели Дом-2. Я некоторые годы... Я скажу своей аудитории, что я понятия не имею, и никогда ни одной серии, в принципе, конечно, нет. Вы что? Я понял. Нет, я смотрел первые пару лет, так подробно достаточно, то есть это было, по-моему, 2003-2004 годы. Следующие восемь. Нет, потом я несколько лет пропустил, действительно, а потом где-то года с девятого по пятнадцатый я смотрел подробно каждый день, вот, поэтому я знаю перипетии. Вы не представляете себе, что это было, кстати, дорогие зрители. Значит, у них там рождались дети в реальти-шоу, реально, настоящие дети, в смысле не фальшивые, настоящие дети. К ним приезжали тещи жить с этими детьми. Этих тещ кто-то соблазнял и уводил. Нет, реально, другие участники соблазняли тещи, это правда все. Вот, а потом завязывали романы с тещами, поэтому некому было с детьми. Дети росли в реальти-шоу внутри. Там, например, ребенка впервые увели из реальти-шоу, им было три года. Он три года не выходил из реальти-шоу. То есть, понимаете, это во всем мире было бы запрещено. Это просто эксперименты над людьми и так далее. Вот, поэтому Ксюша Собчак, да, все эти владельцы в шоколаде, это все ерунда по сравнению с этим настоящим, настоящим зрелищем. Да, ну вы поэтому вспомните лобное место. Я как-то, да, действительно не сассоциировалась. Но вот это «Построй свою любовь» называется. Вот у них же слоган был «Построй свою любовь». Я подумал, что да, видимо, сейчас их заставляют, Ксюша Собчак, построить свою любовь с Симоньян, с Баргаритой. Там же у них такого не было, кстати, направления абсолютно. Не было, но Собчак это близко, потому что у нее была Тина Канделаки, а Тина Канделаки теперь не Собчак, она теперь Симоньян. Поэтому, возможно, там тоже, в общем, по-разному можно это назвать. Да, 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 вот, ну вот. И, в общем, как она докатилась до того, что ее назначили, вот это для меня, конечно, такое себе. Ну, в смысле, я думаю, вот все-таки, если не отказывать им в мозгах, тем, кто это придумал, потому что, согласитесь, что весь этот антураж, который мы наблюдали, заставляет отказать им в мозгах, правильно? Ну, все эти нацистские символики, все это чушь. Но я бы тоже выбрал их. Ясню, почему. Поставлена задача отвлечь внимание, я считаю, ну, я считаю, да, поставлена задача отвлечь внимание кому-то от реально чего-то, происходящего в Кремле. Ну, чего-то, я не знаю чего. Вот того, что я про что говорил. И мне говорят, ну, придумай там что-нибудь банальное. Ну, покушение, как всегда. На кого? Я должен смотреть два самых, кто линкуется, кто больше всего кликабельный. Ну, кликабельный Симоньян и Собчак. Потому что Соловьев-то уже выбыл из борьбы, на него уже было покушение. Второй раз не сработает. Поэтому банальный такой выбор, вот честно, это не потому что на букву С. Потому что самые кликабельные две. Серьезно. А тут раз и Крымский мост, и все пропало. И все пропало, все пропало. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok